Привет, меня зовут Василий Панасюк, я журналист. Это мой блог о том, как дела у нас дома на Донбассе. Для иностранцев и украинцев ввели новые правила въезда на территорию Украины через государственную границу, а также через КПВВ. Правительство внесло некоторые изменения, и сейчас я расскажу вам о тех, что касается в первую очередь украинцев, живущих в отдельных районах Донбасса. Раньше было указано, что иностранцы, пересекающие КПВВ, должны были иметь поле страхования. Теперь правительство сделало исключение. Правило не касается иностранцев, которые постоянно проживают на территории Украины, а также работников официальных международных миссий и организаций, имеющих украинскую аккредитацию. Под самоизоляцию попадают граждане, которые прибывают из отдельных районов Донбасса. Как и раньше, устанавливается приложение Диевдома на смартфон. Если этого не происходит, людей отправляют на обсервацию. Теперь официально определено, что сотрудники Госпогранслужбы проверяют у пассажиров установку приложения в дома. Пограничники и раньше это делали, но теперь эту обязанность четко прописали в постановлении Кабмина. Как и прежде, при выезде из отдельных районов Донецка и Луганской областей, можно завершить самоизоляцию досрочно, сдав ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген коронавируса. Кстати, правительство отменило самоизоляцию для граждан, которые въезжают на территорию Большой Украины с временно неподконтрольной территории для вакцинации от коронавируса. Без самоизоляции будут пропускать украинцев, которые не просто желают вакцинироваться от COVID-19, но и могут предъявить приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором. Есть еще новые правила для тех, кто возвращается в Украину из других стран, неважно из каких. Раньше Минздрав составлял перечень стран со значительным распространением коронавируса, делил на красную и зеленую зоны, что влияло на самоизоляцию по приезду в Украину. Теперь так не будет. В документе Кабмина четко написано, кто должен проходить самоизоляцию. В частности, это и граждане Украины, которые пересекают государственную границу Украины, то есть фактически возвращаются домой. Но самоизоляции не подлежат украинцы, которые имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19, проведенный не более чем за 48 часов до пересечения государственной границы. Речь идет не об экспресс-тесте, а о ПЦР-тесте. Его данные считаются более надежными. Еще не должны проходить самоизоляцию дети до 12 лет и водители, и члены экипажей грузовых автомобилей и автобусов. Со стороны самопровозглашенной власти ДНР недавно тоже появилась новость, о которой, я считаю, надо напомнить. Новость сама по себе не такая уже свежая, но важно то, что в ДНР о ней вспомнили недавно. ДНР может запрещать выезд за пределы подконтрольной ей территории должникам. Это еще один запрет в копилку запретов ДНР, которые действуют на блокпостах группировки. Через свои блокпосты ДНР может не выпускать должников, которые уклоняются от уплаты алиментов и возмещения вреда, причиненного здоровью и жизни человека. Также не выпустят того, кто не выплачивает имущественный ущерб, моральный вред, при условии, что сумма задолженности превышает 10 тысяч российских рублей или 3774 гривны по местному курсу. Также ДНР не выпускает людей, которые должны местным органам более 30 тысяч рублей. Это 11 320 гривен. Я и дальше продолжу следить за тем, что происходит у нас дома на Донбассе. Буду говорить в этих блогах о самом важном и о самом интересном. И чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!